Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Откровения Иоанна Богослова. И сегодня мы будем читать девятую главу этой книги. Мы прочитаем значительный отрывок с первого по пятый стих. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачило себя солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы, и сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека». Андрей Кисарийский пишет, «По словам некоторых, под звездою, спавшей с неба на землю и на Исофатову долину, предназначенную для суда, нужно разуметь ангела Божия, посланного для наказания. Студенец бездны означает гиену. Дым из него исходящий указывает на то, что мучимые не будут видеть солнца и воздуха. «Прузи, черви, о которых говорит пророк, червь их не скончается, не вредит травы зеленой, но человеке точи, то есть не будет вреда зеленым травам, но только людям, только живым разумным существам, потому что вся тварь освободится от тления в рабстве, у которого она находится ради нас». То есть сейчас мир природы, он как бы страдает вместе с нами и из-за нас, а потом будет некое такое размежевание по Андрею Кисарийскому, и природа перестанет уже страдать за человека. «Но до муку примут пять месяцев». То есть пять месяцев будут страдания. Означает, что грешники будут мучимо жестоко и тяжко. «Лишь некоторое определенное время, а потом легче, но вечно». То есть первое наказание будет неожиданным, как бы новым опытом, печальным, ужасным, ни с чем не сравнимым. Как о благах вечной жизни апостол Павел восклицал, не видел того глаз, не слышал того уха, не приходило то на сердце человеком, что приготовил Бог любящим его. Так и первый опыт вхождения в мир адских мук будет настолько поразительным для живых человеческих существ, ни с чем не сравнимым. «Звезда», повторяется Адекий Кисарийский, я думаю, есть ангел Божий, он по Божьему попущению выпустит осужденных злых демонов из бездны, «Ибо Христос, воплотившийся, сказал им, чтобы они, сделавшие свое перед кончиною, подверглись потом бесконечным мукам». Мучения бесов не будут прекращены никогда, и с ними разделят судьбу некоторые люди. Но, собственно говоря, гена огненная, она творилась для дьявола и ангела. Поэтому, когда грешным будет сказано, «Идите, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его», Господь этими словами как бы скажет, «Я не для вас готовил это место, за вас я умер на кресте, но вы сами избрали для себя другой путь». Андрей Кисарийский пишет, «Дым, мрак, сопровождающий злые дела, производимые по их наущению, то есть демонов, после которых они получают власть мучить людей». То есть, с одной стороны, дым как бы скрывает нравственные, моральные преступления от окружающих, но демоны не просто так ввергают человека в плотскую сладость, потом они будут мучить этих людей только за то, что люди их послушались. «Помрачение Солнца и воздуха». Ранее мы читали о том, что помрачится свет Солнца, Луны, звезд, а здесь уже и воздух, то есть прозрачность воздуха, она будет нарушена, какой-то такой бесовский смог будет висеть над всей планетой. «Означает душевное ослепление людей, наслаждающихся их светом». То есть, их пониманием необходимого света. «Или разженную страданиями любовь, ибо для находящихся в скорби и свет кажется тьмою». То есть, страсти, разные чувства, переполняющие людей, они как бы усилят мрак в этом мире. Что мысленные прузи уязвляют людей, подобно скорпионам, это указывает на скрытую в конце злых дел душевную смерть, которой подлежат все, не отмеченные на лицах божественной печатью и не просвещенные через Святаго Духа светом животворящего креста. Действительно, запечатленные крестом Господним на своем челе, которые непрестанно прибегают к этому спасительному знамению, они будут защищены от происков антихриста и его приспешников, но те, которые не осеняют себя крестным знамением, они окажутся в сложной ситуации. У них не будет защиты против дьявола. «Чтобы их свет, по слову владыки, светился пред человеками во славу божественного имени», то есть, когда они не стыдятся крестного знамения и открыто осеняют себя им. «Пять месяцев мучений, как мы думаем, указывает на их непродолжительность, так как, по словам Господа, аше небыша прекратились дни ионы, небо уба спаслась и всякая плоть». Это цитата из Матфея 24-22. Здесь говорится о том, что если бы дни те не сократились бы, свят Божий молился, чтобы они сократились, дни мучений, то никакая плоть не спаслась бы. Никто бы не смог пережить этих мук. Или некоторое грех действует в человеке или вообще определенное время, известное только Богу. Пятеричное время, связанное с чувствами, то есть, человек будет подвержен таким испытаниям, что каждое чувство будет испытано. То ли ты слушаешь, туда ли ты смотришь и так далее, и так далее. Каждое чувство будет испытано, и будут свидетели этих испытаний, с одной стороны, злые демоны, которые будут искушать наши чувства, с другой стороны, ангелы, которые будут помогать нам их оберегать. И мы читаем 9 главу 6 стих «В те дни люди будут искать смерти и не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них». Андрей Кисарийский так и пишет «Это указывает на мучительность страданий, ибо призывать смерть свойственно находящимся в крайних скорбях. А что она не приходит при всем их желании, то это свидетельствует, что она зависит от воли Божией, которая считает удобным через горечь посылаемых людям бедствий сделать для них ненавистным саму причину этих бедствий грех». Действительно, так как страдающий плотью перестает грешить, то эти страдания они как бы полагают меру греху, а значит и меру наказания за тот или иной грех. И далее мы читаем девятая глава, седьмой и восьмой стих. здесь описание саранчи по виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее как лица человеческие, и волосы у нее как волосы у женщин, а зубы у нее были как у львов, на ней были брони, как бы брони железные. Но, конечно, это надо понимать духовно. Андрей Кисарийский пишет, по причине сказанного выше и дальнейшего некоторые разумеют под саранчой карающих божьих ангелов в каждом из речения изображаемых иносказательно или для устрашения или по быстроте и наказанию, которому подвергаются в гиене заслужившие его. Но я думаю, что правдоподобней под этими опругами разуметь злых демонов, готовых вступить с нами в брань и носящих на голове златовидные венцы, как знаки победы, которыми увенчаемся и мы, если покоримся им, как через удовольствие, достигшие худой победы. Вот здесь Андрей Кисарийский предлагает интересное рассуждение. Иногда люди рвутся к плотским грехам не ради самих плотских грехов, а ради того, чтобы потом рассказывать, какую мерзость они сотворили. Об этом пишет блаженный Абгустин в своей исповеди. Он пишет, «Мы наговаривали на себя такое, чего мы не могли совершить по малолетству, но нам хотелось казаться более значимыми, а в глазах сверстников, поэтому мы наговаривали на себя самое бесстыдное». Женские волосы вот этой саранчи указывают на бесовское сладострастие и возбуждение на блудодеяние. Действительно, возбуждение последних времен будет поразительно неистовое, и это неистовство будет заключаться в том, что грань сотрется, сейчас еще действуют какие-то ограничения, существует возраст, согласие, существуют в некоторых странах запреты на нетрадиционную ориентацию. А в те дни все это будет снято, произойдет полное растабуирование, и грех воцарится, он будет торжествовать, как в Библии сказано, вопль Содомский дошел до небес, а святые отцы рассуждали, а чей это вопль? Вопль жертв, которых насиловали садомляне, или вопль самих этих садомлян, которые вопили от восторга своей победы, от того, что они могут так унизить другого человека, то есть грех, он подымет высоко голову, он будет как бы украшен златовидными венцами, о которых мы прочитали у Андрея Кисарийского, а львиные зубы указывают на их убийственность и ядовитость железной брони, на их жестокосердие, не пожалеют ни юности, ни девичества, ни отрочества, действительно, преступления, совершаемые перед молодых, против молодых, это реальность, в которой мы живем, и сам грех молодеет, молодеет и проституция, и наркомания, это вот та ужасная реальность, в которой мы находимся, живя в этом мире. Далее говорится про эту саранчу, на ней были брони, как бы брони железные, а шум открыли в ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну, действительно, как какая-то военная техника, у нее были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало, власть же ей была вредить людям пять месяцев, то есть Бог всегда ограничивает действия зла, но мы видели другое столкование, что пять месяцев это воздействие на пять чувств. Тиконий комментирует, хвостами он называет поводырей, которые, отступив от головы церкви, от Христа, стали из первых последними. Подобно тому Бог посчитал достойным дать через Исаю определение старцы, которые в почете, это голова, а пророк лжеучитель есть хвост. Стало быть, власть саранчи тоже, что личная особенность лжепророков, которые ложно словными и исполненными яда учениями не перестают нападать на церковь. Конец цитаты. Действительно, гонения против церкви усилятся, сейчас мы наблюдаем настоящий информационный террор против церкви, но уже мы слышим о нападениях на священников и даже на простых мирян, вот недавно новость, на прощенное воскресенье пожилые женщины пошли в храм и бесноватый с ружьем вышел для того, чтобы стрелять в этих женщин. Далее мы читаем 11 стих царем над собою она, то есть эта саранча, имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполион. Это некий такой царь-губитель. Тикони пишет, ангел бездны дьявол, который среди царей мира всего владычествует. Откуда мы знаем, что дьявол владычествует среди царей этого мира? Помните, как он Христу предлагал «Поклонись мне, и я отдам тебе все царства мира». Отдать можно то, что ты имеешь. Он все это считает уже принадлежащим ему. Царь-губитель – это серьезная опасность. Андрей Кисарийский пишет, под царем их следует разуметь дьявола поистине губящего ему покоряющихся. Он как бы расширяет толкование Тикония, но я объяснял, Андрей Кисарийский отталкивается или от примасия, или от Тикония, потому что скрытые цитаты этих авторов мы постоянно находим в его трудах. И далее, 9 глава, 12 стих, «Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя». Беда достопочтенный в своем изложении Откровения Иоанна Богослова пишет, Иоанн предсказал, что придут три горя, из которых одно уже явилось в коварстве еретиков, так что теперь он напоминает, что осталось еще два, которые во времена Антихриста и в дни суда обрушатся на порочных. Казалось бы, может быть, на непорочных дьявол свою силу должен излить. Нет, бесы пленных не берут. Тот, кто им поклонился, будет страдать от них наибольшим образом. А святых демоны дьявол трепещут и боятся и стараются держаться все-таки подальше. И далее шестой ангел вострубил обзор действия шестого ангела. Труба шестого ангела «Последняя проповедь и начало войны против церкви». С одной стороны это последний призыв евангельский к роду человеческому и это уже начало войны против церкви. Я часто слышу от верующих, они спрашивают, а когда же будет свобода для церкви, для проповеди, для нашей страны. И иногда я отвечаю, а вы разве не заметили, что это уже проходит. Но реально сейчас мы, конечно, еще живем в период свободной проповеди, как Христос проповедовал, учил, и проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей Вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. То есть последний призыв, он же окончательная брань против церкви, когда настолько раздражены будут последним призывом силы зла, что заодно имя христианина будут умершвлять. А на этом настаивает беда достопочтенный. Это будет начало войны против церкви, которая не склонилась перед сатаною. Вот за что церковь будут гнать. На этом настаивает Цезарий Арский. И Примасий тоже об этом пишет. Если бы церковь склонилась бы перед силами зла, конечно, к ней относились бы хорошо. Но так как церковь не склоняется перед силами зла, даже в своих падениях, в своих слабостях, мы, христиане, понимаем, что наша надежда только Христос, дьявол с великой ненавистью будет воевать против нас. Андрей Кисарийский настаивает, что демоны возмущают народы для испытания верных и наказания нечестивых. То есть у них как бы двойная задача это испытать последними трудностями тех немногих верующих, которые остались. И они наслаждаются садизмом по отношению к тем, которые поклонились им. И Примассий пишет, и еретики прикрываются именем Христа, но их конец неизбежен. Как дьявол будет ненавидеть церковь и нечестивых, он будет и их уничтожать, от них тоже ничего не останется. Как в советское время произошла революция 1917 года и сразу гонение против церкви. И в то же время советская власть поддерживала разные секты. Там были адвентийские коммуны, баптистские хлыстовские колхозы, чего только не было. Но к 1937 году уже на всех обрушился этот каток воинствующего безбожия. Демоны правят людьми, как иеретики, теми, кто в их власти. То есть демон не может просто завладеть человеком, если тот не примет его идеологию. Точно так же иеретики, они не могут нам причинить никакого зла, если мы не примем их ложные идеи и представления. На этом настаивает и Андрей Кесарийский, Цезарий, Армский. грех постигнет весь мир, то есть он воцарится в этом мире, пишет Андрей Кесарийский, и язычники погибнут в своих заблуждениях. Это уже беда достопочтенная, то есть, собственно говоря, достанется всем, и для всех, кроме людей церковных, страдания будут лишены очистительного смысла, и только верующий претерпевая из-за своей грехи, из-за своей недостатки, он очищается в этих претерпеваниях, в этих гонениях, преследованиях, потому что сохраняя веру Христову и упование на Спасителя, он будет спасен в последние дни, как головня выхваченная из огня. Есть такой образ. И шестой ангел вострубил это свидетельство проповеди конца. И об этом писал Тиконий, говорится, что первое горе прошло, и зазвучала труба шестого ангела, это возвещение последней проповеди, проповеди шестого периода. А Беда достопочтенный пишет, шестая труба говорит о начале антихристовом, то есть проповедь будет завершаться, и уже открыт антихрист, начнет войну с церковью, о начале антихристом и его сторонниками войны против церкви. И после того, как война начнется, силы усилятся, зла, размежевание будет происходить между людьми. будет такая категория людей, которые будут колебаться до последнего момента, то ли оставаться в церкви, то ли покинуть церковь. И сейчас многие люди, которые особенно занимаются бизнесом, говорят, вот до того, как я не выцерковлялся, у меня бизнес шел хорошо, а я выцерковился, у меня проблемы начались. А как же может быть иначе? Вот такие будут подвергнуты серьезным искушениям. Им тоже надо сохранять твердость и помнить, что богатство, особенно в последние времена, это некое поручение от Бога, которое им дается, чтобы они тоже участвовали в последнем свидетельстве о Христе. Педа достопочтенный настаивает, что шестой ангел символизирует тех, кто пророчествует о последних испытаниях, раскрывает, как предсказывает Евангелие обман антихриста. Поэтому к действию шестой трубы мы относим и последнюю евангелизацию, последнюю проповедь, а она сейчас происходит совершенно открыто и на просторе интернета, и по радио, и по телевидению, но это как последний призыв, и в зависимости от того, как люди, они на него отреагируют, как они на него ответят, будет, как говорится, решена судьба каждого. И вот хотелось зачитать 17-19 стих. «Так видел я введение коней, на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные, головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и серо, от этих трех язв, от огня, дыма и серо, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей, ибо сила коней заключалась во рту их, и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, имели головы, и ими они вредили, то есть какие-то такие бесовские мутанты из преисподней, так что трудно понять, кто это, лев это, конь это, или это змея, то есть зло в своих мутациях достигнет самых безобразных форм. и окончание девятой главы проще же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, чтобы не поклоняться бесам и золотым, и серебряным, и медным, каменным, и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем, то есть их ожидает что-то еще более страшное, потому что если даже такие ужасы не приводят кого-то к покаянию, хотя бы потому, чтобы задуматься, что происходит в этом мире, то, наверное, человек уже достиг такого дна впадения, когда точка невозврата пройдена, и он уже самостоятельно не может вернуться к Богу. к Богу.